Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Распопов и в этот раз мы познакомимся с озером Увильды. Оно по праву считается одним из красивейших озер Урала. В этом видео расскажу о его самых интересных особенностях. Увильды – это самое большое озеро Челябинской области. Его площадь – 68 квадратных километров, а объем воды – более 1 миллиарда кубометров. По своей площади и объемам воды Увильды не имеет равных среди других озер Челябинской области. Да и в масштабах Урала оно считается самым большим. Искусственные водоемы – не в счет. А еще озеро Увильды считается самым глубоким в Челябинской области. Его средняя глубина почти 15 метров, а максимальная – 38 метров. Это сопоставимо с высотой 12-этажного дома. Такая большая глубина объясняется тектоническим происхождением котловины озера. Ихтеолог Кучин в начале 20-го века писал, что за размеры и глубину в народе озеро Увильды в то время называли морем. Длина озера 13 километров, а максимальная ширина – около 9 километров. По живописным берегам растет лес. К западу от озера возвышаются горы. Примечательно, что за счет изрезанной береговой линии многочисленных островов и заливов из разных точек озера Увильды выглядит совершенно по-разному. Дно озера преимущественно каменистое. Местами на нем выделяются скайные гребни и отдельные выступы. Озеро Увильды впечатляет прозрачностью воды, которая достигает от 6 до 10 метров. Водоем питается главным образом от многочисленных родников на дне. На то, чтобы вода в озере полностью обновилась, уходит более 17 лет. При этом вода здесь чистая, прозрачная, насыщенная кислородом и с малой минерализацией. За эти особенности озеро Увильды вместе с озером Тургаяк относят к числу наиболее ценных водоемов мира. Необычное озеро Увильды и своими многочисленными островами. В разных источниках их количество указывает от 50 до 70 с лишним. По данным энциклопедии Челябинская область здесь 52 острова. Они занимают около 10% площади водоема. Один из наиболее интересных островов – Морской. Он образовался практически в центре озера, в его самой глубокой части. Для рыбаков этот остров издавна служил прекрасным ориентиром. Озеро богатое разнообразной рыбой. Есть тут и раки. Но особенно славится Увильдинский рипус. Эта искусственно запущенная сюда рыба прекрасно прижилась и размножилась. За счет хорошей кормовой базы, чистой воды и благоприятного кислородного режима рыба на льдах быстро растет, достигая внушительных размеров. Например, Весновский, путеводитель по Уралу начала 20 века, писал, что в 1872 году в озере поймали окунь гиганта весом более 13 килограмм и щуку на 57 килограмм. Огромные запасы воды озера Увильды давно приглянулись человеку. Еще в 18 веке с помощью каналов его соединили с соседними озерами для наполнения водой Кыштымских прудов. Вода в то время была необходима для бесперебойной работы заводов. Тяжелые времена для озера Увильды наступили в середине 1970-х годов. Тогда Урал страдал от сильной засухи, в результате чего возник острый дефицит воды. Для пополнения водой Оргазинское водохранилище, источника воды для города-миллионника Челябинска, из озера Увильды был срочно прорыт канал. По нему в 75-76 годах в Оргази перебросили более 236 миллионов кубометров воды. В итоге озеро Увильды спасло Челябинск, но сильно пострадало само. Уровень воды в нем снизился почти на 4 метра. На восстановление уникального озера ушло три десятилетия. Уровень водоема остановился лишь к 2006 году. К тому времени на освободившихся от воды берегах уже выросли деревья и кустарники. С тех пор местами в воде стоят гнилые березы. Все это негативно отразилось на качестве воды. Отрицательно сказывается на озере и застройка берегов многочисленными базами отдыха и коттеджами, а также большое количество отдыхающих. Пока озеро Увильды способно самоочищаться, но оно требует заботы и защиты со стороны человека. В противном случае, со временем оно утратит свои удивительные свойства. Стоит рассказать и об одной интересной находке. В 2001 году в районе базы отдыха Красный Камень, в трех десятках метров от берега, на глубине 22 метров, дайверы заметили и видели что-то необычное. Они подняли два керамических сосуда. В большом сосуде находился еще и деревянный ковш. Как считают ученые, эти предметы использовались при погребальном обряде. Умершего ложили на плот, рядом ставили предметы обихода и спускали на воду. Находку относят к эпохе неолита, к пятому-четвертому тысячелетию до нашей эры. Дайверы передали свою находку в исторический музей Южного Урала в Черябинске. Посещая это удивительное место, пожалуйста берегите природу и оставляйте после себя только чистоту и порядок. А узнать еще больше интересного в озере Уильды и о других местах Урала можно на сайте проекта Уралвет. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Уралвет и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А своими впечатлениями делитесь в комментариях. Спасибо и до новых встреч. Всем пока!